Девочки, мальчики, ну что, я вас приветствую на основных каналах Неверо-Ведьмы. Расклад будет на одну позицию, но крутой. Крутой, потому что буду читать снова на Хоррор Таро. Вот, я держу кулачки, потому что, мне кажется, что предыдущий расклад, как вы это называете, пушка-бомба, да, потому что я тут что-то сама прям наинсайтилась, крутейшая колода. Ну, это, знаете, когда любой с первого взгляда, да, ты, короче, увидел, у тебя химия. Ну, то есть, я когда видела релиз, я когда видела, помню, на Kickstarter, какая-то, да, была история по поводу этой колоды. Я поняла, что я смогу на ней работать. Мне прям безумно нравится вся эта фэнтези-иллюстрация, да, готическая. И, короче, моя энергия абсолютно, потому что я могу читать и теневые аспекты, и не теневые аспекты. Нравится, понравилась работа. Вот, давайте смотреть вашу личную сделку с Диаволом. И это второй расклад. То есть, я беру скрипт, получается, смотреть из БК. Потому что мне хочется еще прочувствовать энергию колоды. Так, вот, сделка с Диаволом. То есть, вот такого плана расклад. Ну, понятно, что я его еще, конечно же, модернизирую. Модернизирую под себя, под вас. И, собственно, будет у нас с вами расклад на одну позицию. Но я думаю, что достаточно глубокий. Так, ну, в качестве административной болталки. Ну, а давайте просто еще скажу, почему сделка с Диаволом, да, такое громкое название. Мы будем смотреть ситуации рискованные. Ситуации, где вы хотите рисковать, но при этом не понимаете, да. Стоит ли овчинка выделки. Потому что здесь можно будет смотреть на отношения. Здесь можно будет смотреть на риск, который связан с деньгами. Может быть, это не совсем честные сделки. А может быть, это сделка с совестью, когда какие-то этические моменты могут у нас проскальзывать. Поэтому тема достаточно скользкая, да. И бывает, что вы с такими темами к тарологу не пойдете, потому что вы недостаточно доверяете. Но это точно не моя категория, потому что я работаю как священник. Никогда никого не осуждаю. Так просто, когда я понимаю, что человек слишком долго в жертве сидит, а при этом у него есть ресурсы, конечно, могу там быть достаточно жесткой. Или, например, когда женщина залипает на мужчину, который сильно ниже ее, и по социальному всякоразному статусу, и ты понимаешь, что это мой витон, и что ей будет потом не очень хорошо, при этом, когда она условно пытается давать себе отчет собственной ценности. Вот там я могу, конечно, потому что это тоже своего рода, знаете, сделка с дьяволом, и оно ни к чему хорошему не приведет. Вот как раз ваши щекотливые пограничные ситуации мы сегодня будем рассматривать. Понятно, что расклад общий. Он будет на одну позицию. Я думаю, что попадется как раз именно тем. То есть я сейчас создаю намерение, что попался именно тем, кому нужно выбраться из щекотливой ситуации, да. И кто думает, стоит ли рисковать или нет. То есть это не праздная какая-то история. О, есть у меня там контракт моей души с дьяволом и так далее. Нет, это как бы праздно шатающийся, господа, ну, про шизотерику. Это как бы не сюда совсем. Мы рассматриваем более серьезные вещи сейчас. Не делайте, пожалуйста, акцент на какие-то родовые задачи. Нет, вы, конечно, можете, но, честно говоря, это будет натягивание совы на глобус, потому что я на это не акцентируюсь. То есть мне хочется сделать максимально практический, приземленный, земной и психологический, конечно же, с элементами магии, эзотерики, как расклад, на щекотливую ситуацию. Да, стоит ли идти на риск. Там, я не знаю, двойные отношения, я не знаю, может, приобретение недвижки, там какая-нибудь ипотека, риск, который связан с инвестициями. То есть вот лучше такие, наверное, вопросы смотреть, потому что тема самого расклада не только деньги вам там поможет сэкономить, да, то есть вот если вы как бы увидите, что вкладываться не нужно. Вот у меня была ситуация, пришла ко мне постоянная клиентка посмотреть вложения, там финансовая пирамида не буду называть, называть, короче, название. Вот, ну, потом, короче, там все рухнуло, а там было видно, короче, что рухнет, потому что там была башня, что-то смерть, не помню уж, короче, вот я отговорила. Ну, потому что мне вообще иногда кажется, что я как бы ваши деньги люблю ровно так же, как свои. Ну, потому что это такая классная витальная энергия. Как можно не любить жизнь, если их не сакрализировать, если их не демонизировать вообще, это классная движущая сила, правда? Ну, и, конечно, к ней нужно бережно, как к себе. Вот, да, мы, короче, сэкономили ей деньги. Ну, так бы ложилась бы, потеряла бы, потом бы вступала вот эти все клубы, там, где через медитацию пытались возвращать, да, эти деньги. Ладно, вот я поэтому говорю, что я хочу сделать максимально полезный расклад. Да, он общий, но он будет как раз максимально полезным тем, кто сейчас хочет рисковать. Ну, и между тем, по традиции, зову в эзотерическую библиотеку, зову в проживании, потому что это максимально крутая перепрошивка. Я свои же инструменты с удовольствием использую для себя. Я их постоянно оттачиваю, знаете, это как хороший стилист, паримахер постоянно оттачивает ножницы. Вот такая у меня аналогия сегодня для вас. Поэтому, как бы, если вы понимаете, что вам нужна перепрошивка, если вы не хотите про успешный успех, обязательно там self-made реализацию, потому что это не первичные какие-то задачи, если вы не хотите следовать чужим путем, если вы не хотите опираться на опыт гуру, который, вот как сказал, так и нужно делать, это максимально экологичное пространство, потому что у меня нет позиции сверху, чтобы я учила вас что-то делать. Все могут только быть проводником, там что-то вы тегаетесь, что-то не понимаете. Я через наводящие вопросы, через такой эзотерический коучинг, как бы, понимаете, вывожу вас, опять же, на подумать. То есть это абсолютно самостоятельный путь, это самовывоз, но он экологичный, это важный момент. Без позиции сверху, абсолютно экологичный. Вот, а пошла бы я сама в этот проект, да, пошла бы. Ну, только при условии, как бы, чтобы я сама себя админила. Потому что второй админ очень, наверное, бывает, общается с вами действительно, как с маленькими детьми, которые не совсем еще из позиции шута вышли. Кстати, кому-то это надо, почему нет? Вот, между тем, это классное очень путешествие. Можно рассматривать его исключительно как путь героя. Можно рассматривать его на проработку старших арканов, да, на понимание этих энергий. То есть это можно тарологам, практикам. Я там немножечко задействовала юнгианскую систему. Поэтому, если вы изучаете юнгианский психоанализ, то там тоже чуть-чуть про архетипы тоже сказано. То есть там достаточно интересная лекционная часть. И я ее как раз писала, ну, я не рву слов, конечно, на злобу дня, да, но она абсолютно в современном контексте. Показываю, как она все проявляется в реальной жизни. Поэтому ваше чтение, карта Таро, если вы хотите дальше читать, она будет максимально приближена к действительности, да, без вот этого всего экверента на белом коне. Короче, императрица, ты, блин, не понимаешь, что за энергия в императрице. Она же не только у вас, а плодородное там дерево, да, в саду. Ну, в общем, какая-то такая история, что я стараюсь сильно не сакрализировать Таро, а объяснять, что это в первую очередь инструмент для познания себя и собственной жизни, да. Это может быть определенным вектором, опять же, в вашем развитии, не знаю, путеводной звездой, если хотите, наверное, подружкой, которая может подсказать, да, правильные решения, вот, или просто вы можете помогать людям, да, находить их правильные решения с помощью, опять же, подсказок. То есть для меня это инструмент, я не сакрализирую, понимаете, я не заряжаю колоду, я вот это без всех этих свечей, демонизации и так далее, да, я их чищу иногда, да, но это исключительно энергетическая история, просто чтобы мне вот энергетику, ну, чистить с колод. Вот, мне просто легче работать, когда там обнуленная информация, но не потому, что их там нужно чистить от какого-то негатива и так далее. Хотя вот современные, кстати, астерологи говорят о том, чтобы колода как бы отдыхала, да, или там напитывалась определённо там что-то энергетикой, можно кристаллы, камни сверху класть. Да, вы это можете, конечно, но нужно же в этом всём разбираться, понимаете. Как эти кристаллы работают, да, зачем, надо ли не надо. Ну, то есть я этим не занимаюсь. То есть оно как-то всё, знаете, импульсом, бывают там сны сняться, и ты понимаешь, что нужно как-то почистить колоду, или чтобы они отдохнули там, или как-то вот на определённой какой-то поработать. Вот я через сны воспринимаю информацию. Как вы воспринимаете, это ваше личное дело, потому что это же тоже ещё как бы канал видения, да, карта. Вот, и да, я стараюсь, ну, учить, наверное, неправильное слово, возможно, через свой собственный опыт, через тот опыт, который я получила от своих непроявленных учителей. Потому что у меня нет проявленных учителей, которые учили бы меня Таро. Я в этом плане сама учка, я, ну, ни в какую школу Таро нет, потому что я понимала вообще, что моя система, она означает что-то другое. Это я тоже приведу пример, что я рассказывала, да, что начинала с игральной карты 36. Вот тогда у меня была книжка. И поскольку, ну, у меня семья достаточно как бы верующая, ну, мама, вот как бы папа очень спокойно к этому всему относится. И мне казалось, что это со мной что-то не так, что на меня снисходит какой-то дьявол, когда я гадаю на картах. Вот, потому что я понимала, например, что после захода солнца мои значения, они не совпадают с тем, что я видела в книге. Но при этом я знаю, что это истина, что вот так оно и есть. Ну, короче, и спустя время, когда вот это всё в бракобесии из моей головы выводрилось, опять же, через нужных людей, возможно, через какие-то инсайты. Вот. Ну, я поняла, да, что есть такое понятие, как поток. И что нужно себе доверять, доверять своей интуиции. И чистить эту интуицию, да, как бы понимать, что это твой поток или чужой. Это всё, понимаете, интуитивные знания. Они все приходят в процессе. Поэтому я, конечно, больше за интуитивные знания. Понятно, что вам нужно знать систему. Вы можете выбрать любой учебник, который вам нравится. Как вы сами почувствуете. Но интуитивные знания, они глубже. И они где-то, понимаете, я не знаю, изнутри. Понятно, что есть, конечно, психологические моменты, потому что тебе нужно обрекать твои знания в слова. Тебе нужно объяснять причины-следственные связи. Но я не психолог. А я не могу считать себя психологом. Наверное, именно по той причине, что я не практикую постоянно. Я отлично знаю теорию. У меня есть практические навыки. Но мои методы, они не психологические. Я сейчас как бы абсолютно без короны. Но в свое время автора расстановок, да, Берта Хеллингера выгнали из ассоциации психотерапевтов, насколько помню. А он ее создатель. В свое время, как я помню, да, Стив Джобс ушел. А он тоже был создателем, да. Там, я не помню, как действительно называлось в то время. Ну, фирма, наверное, неправильно сказать, да, там, где он работал. Вот тем людям, которые сами иерофанты, им реально сложнее. Потому что их миссия все-таки про создание систем. А я абсолютный иерофант, на самом деле, по всем этим матрицам. Потому что у меня еще император мощный, короче, проявляется там через жрицу. И черт ногу сломит. И плюс еще, короче, шут жрица. И, ну, собственно, поэтому, видимо, мое, короче, прочтение, оно очень нетривиальное. Но самое главное, что рабочее. И самое главное, что оно не жрет энергию, понимаете. Оно вас не перекрывает нигде. Это абсолютно экологичное пространство. И вот за что я трясусь, это именно за чистоту. Ну, поэтому, собственно, да, я могу вас позвать в гости в чистое пространство. Это мои принципы, это моя этика. Я ко всем абсолютно бережна. Потому что я действительно люблю то, чем занимаюсь. И мне нравится, когда люди радуются. И я очень переживаю, когда кто-то что-то делает плохое, понимаете. А люди страдают потом. Поэтому, понимаете, мое пространство, оно больше для радости. Потому что ее сейчас очень мало в мире, да. Достаточно темные времена. А мне хочется быть маяком. Поэтому, если хотите прийти на свет маяка, там достаточно комфортно. Две болталки. Одна эзотерическая, одна на общие темы. Там просто технически мы вынуждены были разделить тех, кто покупает подписку через YouTube. И, собственно, тех, кто покупает подписку через Boosty. И, собственно, за подписку, и она там что-то какие-то минимальные денег стоит, мы предоставляем вам доступ к закрытым плейлистам. Это проживание Арканов, старшие и младшие. Напомню, кстати, что в таком масштабе младшие Арканы делают только я проживание. Нет, ну может, оно, конечно, потом появилось, там что-то у кого-то. Но как пролатерологи говорят, что в этом нет необходимости. Может быть. Я посчитала, что необходимость есть. Мне захотелось показать, что в младших Арканах возможно еще больше ресурсов, чем в старших. И для меня, понимаете, старший Аркан — это путешествие наверх, потому что там достаточно высокие энергии, энергии по качеству похожи на энергии Краины. Ну, без вот этого всего сектанства, просто по качеству, да, там достаточно высокие. А что касается младших Арканов, то там совсем другого качества энергии, как вверху, так и внизу. И, собственно, мы получаем с вами абсолютно алхимическую формулу. И после прохождения старших и младших Арканов можно уже идти в более глубокие какие-то проживания, тренинги, потому что инициацию магическую вы там получаете. Но не на определенный какой-то магический эгрегор или орден. Просто у вас соединяются энергии, понимаете? Как вверху, так и внизу. Алхимическая формула. Поэтому как бы если вам это нужно, все доступы, я так понимаю, будут лежать по закрепленным комментариям. Там еще есть эзотерическая библиотека, но я думаю, что в ближайшее время я еще буду ее расширять, потому что мне хочется добавлять туда книги, которые не конкретно про магию и психологию, а просто те книги, которые вдохновляют, которые можно обсудить, опять же. Ну, как бы и в нашем кругу найти людей, которые тебя понимают. А самое интересное, что у нас уже периодически организуются встречи по городам. Кто-то вместе просто потусить, кто-то в эзотерические магазины, кто-то просто потому, что им хорошо и прикольно. У нас встречалась Москва, у нас встречалась Италия, встречался Минск, по-моему, да, если не ошибаюсь. Ну, то есть, как бы, видите, мы же даже городами дружим. Да, ну, еще как бы были встречи еще, короче, за пределами России. А, Германия еще была до того, в прошлом году. Вот. Это классно, это хороший движ, который действительно объединяет. Это классно. Все, поболтала. Такая опять длительная болталка получается, но сама по себе, как бы, хоррор-таро. Колода достаточно заряженная, и я вот сейчас прям на ее энергию очень с вами мило болтаю. Один вариант. Спасибо, что прослушали болталку. Я сейчас озвучу вам еще раз тему. Вдруг вы передумали, да, когда и решили, что, ой, нет вообще, ни в какие сделки с дьяволом я вступать не буду. Итак, будем рассматривать какие-то критические для вас ситуации. Критические ситуации. Окей. Секунду. Сейчас я немножко восстановлюсь. И мы с вами начнем просмотр ситуации. А вы пока можете ее визуализировать. Переставить ее в деталях. Ну, посмотреть. Возможно, там есть какие-то страхи, риск, или там представить себе ту ситуацию, которая уже сбылась, да, и при этом абсолютно в положительном моменте. Потому что, на самом деле, энергии огромное количество. Я сегодня особенно. Я попрошу администратора, чтобы получилось нам смонтировать расклад, чтобы он вышел хотя бы вечером. Потому что мне хочется, чтобы расклад вышел в планетарном соответствии, что там, врата льва, да, сегодня 0808. И посмотрим, может, действительно вам стоит рисковать для получения желаемого. Поэтому самые смелые свои фантазии и желания можете загадывать сейчас. И мы, собственно, посмотрим, что же там за сделка с совестью, с дьяволом, или как вы это все называете. То есть, давайте так. Интуиция, короче, говорит, не надо. Интуиция, короче, говорит, нет, не потянешь, не выдержишь. Нифига подумала, короче. Не надо, не надо, не надо. Но все-таки мы хотим дать судьбе шанс. Все-таки мы хотим дать судьбе шанс. Ну, что вы там прям колодки? Вы загадали такое. Вы хотите действовать из-под тишка? Захлеб, короче, колоды про вас. Давайте суть сначала, да, вытащим. О чем это может быть? Ну, потому что, как бы, расклад, да, на одну позицию. Да что ж такое-то. Смотрите, получается, вам почему-то кажется, что выполнение вашего желаемого, желания желаемого, там, и так далее, там, намерение, что вы там заложили, короче, сделает кому-то очень больно, да, потому что это тройка мечей. Потому что это абсолютно безрассудная ситуация, да, по рыцарю кубков. Смотрите, как бы, тройка мечей, это действительно какой-то удар. Возможно, вам кажется, что это определенный удар в спину, да, но какой профит вы хотите из этого всего получить? Вы тут реально, что ли, загадали какие-то любовные отношения с треугольником? А вдруг, да, а вдруг мне стоит рискнуть? У меня, короче, подружка влюбилась, а она у меня, короче, влюбляется раз в две недели стабильно. Мне кажется, можно ставить будильник, вот, когда она влюбится в следующий раз. Нет, с одной стороны, это, конечно, очень круто, потому что она влюбляется каждый раз в последний в жизни. А, нет, я влюбилась, короче. И там что-то еще. Вот, то не там тиндер, то не ста, короче, что-то на мафию там кто-то придет новый поиграть, и все. Мне там глазки горят. Ну, как бы, поскольку она такая девушка, очень красивая, очень яркая, очень такая классная, проявляющаяся в пространстве, да, очень часто вот эти вот все истории с флиртом, они взаимные, как бы. Но флир, да, и, собственно, там же бывает такое, что человек женат, например, или у него там женщина постоянно есть, еще что-то. И она говорит, ну, вот, а вдруг, может быть, мне нужно, короче, рискнуть, потому что вдруг это любовь всей моей жизни. Короче, вот раз в две недели у меня любовь, короче, всю свою жизнь. Да, я, как бы, выучила уже, да, потому что близкие друзей хорошо достаточно знаешь. Так, ну, вот, смотрите, как бы сейчас я еще выбор посмотрю. То есть вы прекрасно понимаете, да, что получение желаемого, да, принесет кому-то боль. И вы очень сильно от этого бежите, смотрите, по дураку. А вдруг, да, я так хочу рискнуть. Так что кому боль причинит, расскажите. А вам почему-то кажется, что если это желание, короче, вот ваше, да, связано с человеком, вы действительно что, хотите его вернуть? Вы хотите вернуть его расположение? Так, а в чем действует сделка совесть? Что-то, что у дьявола-то попросить хотите? Это что, астуда? Смотрите, что хотите попросить, да. Карта умеренности, да, и, собственно, скажите мне, блин, отшельника. Либо вы хотите попросить отношений и действительно готовы, короче, идти на риск, да. Либо это все-таки отношения, где вы королева, понимаете, вас выбирают. Если это не касается каких-то любовных отношений, это в любом случае про то, чтобы быть прямой, понимаете. Про то, чтобы как бы выйти на сцену, но при этом потеснить других, да. Привлечь внимание именно к своей собственной персоне. Ну, интересная, конечно, такая позиция. Видите, я читаю как бы максимально деликатно. Ну, хорошо. Давайте относительно вот этой ситуации. Где вы сейчас находитесь? Ваш точка. Сборки, возможно. Где вы сейчас находитесь? Хочется кого-то подвинуть, да. Хочется, чтобы вас уже наконец-то выбрали. Хочется, ну, там, вдруг у кого-то отношения, кого-то там повышения, да. По крайней мере, хочется на сцену. Мы прям рвёмся туда. Ну, вполне возможно, вам кажется, что вы будете занимать чужое место. Окей. Где вы сейчас находитесь относительно вот этой ситуации всей? Ну, правильно, в своём личном дьяволе, да. То есть ощущение, что нас, знаете, разум, короче, затмило, да. Да, что-то нас путает. То есть вот, то есть мы сами чувствуем себя не очень хорошими относительно этой ситуации, потому что это интриги. Это действительно как-то связано с интригами. Что там ещё наш дьявол-то? Ну, потому что вам кажется, что вы прям наносите, смотрите, удар в спину, да. И вы очень сильно пойти, что вас разоблачат, разоблачат, как бы, ситуации, собственно, разорвут, короче, паутину. Вы сейчас её вьёте активно. Зачем? Ну, то есть в чём мотивация? Ну, понятно. Шестёрка жезлов. Понятно. Шестёрка жезлов, короче, звезда. Ну, смотрите, здесь же у нас про соперничество, про приоритеты, чтобы я там была на первом месте, да. Про конкуренцию, кстати, может быть. Да, смотрите, шестёрка жезлов, да. Собственно, карта звезды. То есть мне так сказали. Я думаю, что я права. То есть если эта ситуация касается мужчин, вполне возможно, вам кажется, что со мной ему будет лучше, чем с его женщиной, да. То есть он там мой, прости господи, кармический. Обратите внимание, что здесь такая звезда. Вот. И это... Как это? Планшет, да, для вызова духов. Шестёрка жезлов. Вполне возможно, что вы готовы действительно идти на сделку с высшими там силами или не совсем с высшими. Вот. Вполне возможно, что это какая-то клятва за рог. Вот. Ну, собственно, дело-то ваше. Ну, это да, это какая-то определённая хитрость. Кто-то, кстати, может пойти к практику, да, и что-то, короче, поставить, знаете, типа, какого-то талисмана на успех. Ну, через что? Да, вот, пожалуйста, да, королева кубков. На успех, на привлечение желаемого, понимаете, на получение желаемого результата. То есть, слушайте, давайте уж по-честному. То есть, вот, всякое может быть. Допустим, там, не знаю, какие-то крадники, короче, на других людей. Ну, если негативный, да, какой-то аспект привороты, может быть, потому что тебе вот кажется, что вот он, вот, люблю его там кармически. Что еще у нас по королеве чаши? Это может быть какая-то любовная магия. Это действительно, если не касается эзотерики, это могут быть какие-то советы подруг психологов, да, где говорят, да что-то там есть-то уже, что-то, что-то есть, да, вдруг тебе повезет-то вообще. Давай. Ну, есть, опять же, короче, ощущение, что вы можете пойти положенному пути в этом, да, все. Мотивацию смотрю. Шестерка Пентаклей, восьмерка Пентаклей. Это то, к чему я долго шла, это то, чего я очень сильно долго хотела. Долго хотела. Может, деньги, кстати, просто. Может быть, карьерный рост. Так. Как здорово все-таки, да, сегодня мы смотрим ваши темные части личности. Ну, давайте так. Вот этот риск, что для вас значит? Что для вас значит этот риск? Шансы, да? Тройка жезлов, шансы. Ну, что? На правосудие. На, возможно, что-то кого-то починить, да, быть выше, чем другие, да, посмотрите. Возможно, это социальный лифт, да, то есть вырваться из вот этого зомбилэнда. Ну, сейчас посмотрю. Это финансовая история, однозначно. Я туда всегда хотела. Я там по праву, там мой трон. Там мой трон. Слушайте, я не вижу здесь какой-то высокой мотивации, она вполне материальная, вполне земная, да, такая пентаклевая история. Так, ну что? Давайте, что вы можете потерять? Что вы можете потерять? А все можете потерять, потому что, смотрите, либо пал, либо пропал, да, в зависимости от того, короче, как раскрутится энергия, возможно, потому что, может быть, вы правда хотите заказать какой-то рунический став, да? Вот, может быть, это правда какая-то магическая работа, или это просто посидеть кого-то на работе, короче, ради себя, там, понимаете, или там удачно как-то выйти замуж, ну, то есть, тут вот, понимаете, больше сделка совести, потому что, прекрасно понимаете, что вы получаете профит, но при том, вы все можете потерять, абсолютно, все может развернуться, короче, в противоположную сторону, то есть, вот, непонятно, как оно, собственно, дальше пойдет, от чего зависит в лесу фортуны, прикольно, от того, насколько получится кого-то перекрыть, смотрите, да? Восьмерка мечей, и отличная сила, кстати, еще зависит, ну, то есть, может, не всегда про магию, да? Но у меня ощущение, что вы можете прям реально переоценить свои силы или переоценить те силы, с кем вы собираетесь общаться, понимаете? Ну, больше, конечно, свои переоценить, потому что нам уже показывает по дьяволу, да? Риск ситуацию не вывести. Окей? Давайте так, что вы не предусмотрели в этой ситуации? Что вы не предусмотрели, это условно белые пятна, которые говорят вам, что вы что-то не знаете, что вы к чему-то не подготовлены. Во-первых, вы станете заложником этой ситуации, да? То есть, вы пожалеть можете. И обратите внимание, что у нас повешенный, да, привернутый. То есть, если, опять же, короче, это контракт с какими-то силами, непонятно, то есть, вы будете платить постоянно, например, за это, да? Вот. Либо вы действительно станете, короче, заложником образа, или вот той ситуации, ну, которую вы хотите протащить, опять же, в пространство. То есть, нам, смотрите, прям показывает, что мы можем, а как это сказать, провалиться в болото, условно. Сейчас приведу пример. Давайте так, опять же, без имен, короче, магические школы. Магические школы очень часто, очень часто, к сожалению, короче, грешат тем, что, короче, подключают неофитов, используют неофитов, короче, как источники энергии, понимаете? Подкармливать игры, игры, ну, там, как бы, у всех по-разному. Вот, собственно, если ваша ситуация, короче, связана с тем, что вы хотите что-то протащить в пространство, да, через действительно сделку с дьяволом, да, через какие-то магические силы, ну, как бы, вы поймите, что это будет постоянный шантаж, что вас будет постоянно вами подпитываться. То есть, например, если это магическая школа, не факт, как бы, что ваш учитель абсолютно этичен, да, по отношению к вам конкретно, как к личности, как к магу, как к вам потенциальной истории. Потому что смотрите, что как бы нам показывают, вами питаются, вами будут постоянно питаться. Здесь как бы император у нас вампла вампира, и это как бы говорит о том, что он-то у вас грызется, понимаете, как только можно. А если это действительно демонические структуры, то как бы, ребята, они вас едят просто. Они сильнее, понимаете, еще сейчас императора посмотрю. Его нужно будет постоянно подпитывать, постоянно подпитывать. Кстати, мои котики, если сама по себе ситуация касается какой-то любовной магии, вы рискуете остаться в одиночестве. Вы рискуете остаться в одиночестве. Может быть, вы, конечно, там получите желаемое, но потом, собственно, видимо, не там что. Что же со мной не так, да? Мне же обещали вот это по факту. На самом деле, вы можете не получить обещанное, да? То, что вы хотите. То, что это вас просто съест. давайте так, а если вы пойдете на риск, что вы можете получить? Если вы пойдете на риск, что вы можете получить? такое ощущение, что вам пообещали все, все и ничего конкретного, да? Потому что мои прекрасные котики. Я, может быть, конечно, сейчас спасу вашу душу, хотя нафиг оно мне нужно, я не понимаю, но ощущение вообще, что посулили, короче, все что угодно, по сути ничего. Это морок. Это морок, понимаете? Это оморочка. То есть мы обращаемся к практику, которая вроде говорит, да-да-да, я вот сейчас вот тебе прям поработаю, но это тупо оморочка. Это семерка чаш, ничего нет, это иллюзия, это туман. Хотя, возможно, кто-то сейчас говорит о том, что он, да, пойдет к какому-то мастеру учиться, например, оморочкам, да? Ну, тогда, да, вы их получите. И все, и вы запутались, понимаете? Вы постоянно будете, короче, донором, да, и будете кормить за ваш этот контракт или что-то, еще что-то. То есть вы даже дорогу не сможете найти, понимаете? Вы будете постоянно блуждать в тумане, постоянно по кругу, да, постоянно ощущение вот этого лимба, чистилища. И это будет по справедливости, понимаете? Потому что, скорее всего, как бы вам не дадут совсем уж прям окончательно, чтобы вы-то вслетели из катушек. Вот. Поэтому, скорее всего, это что-то будет на коленке сделанное. Ну, как бы вас выключат. Слушайте, если это ваша магия какая-то направленная, да, на достижение собственных каких-то ништяков, да, путем там, ой, отъемы у других людей вас выключат. Вот, пожалуйста, да, четверка мечей, да, ощущение, что пора отдохнуть, или вы там, возможно, столкнетесь с какими-то защитами. Если эта ситуация никак бы не связана с магией, но это тоже вот опять ощущение, что вас могут как-то перекрыть, да, то есть зарубите ваши планы, опять же, на корню. Так, исход ситуации. Ну я вот так хочу, конечно, сказать, здесь это действительно связано с какой-то магическим посвящением и так далее, да, по справедливости, это, конечно, вас посвятят вообще, но вы тут по сравнению со своим учителем какая-то мелочь на побегушках. Нет, ребят, вы не получите желаемого точно, но то есть, как бы, если это правда вот такая сделка совести, не получите вы желаемого. Нет. Может быть, слушайте, вы не в то время просите мне, говорят. Понятно. Либо сил не хватает, короче, либо, не знаю, то есть, касается магии. Если не касается магии, просто не в то время, не в то место, это шестерка мечей перевернутая и девятка чаш. Как будто определенные уроки не проходите. Ну давайте, исход ситуации. Исход ситуации. Девятка чаш. Знаете, я так хочу сказать, вот ощущение, что вы себе из вот этого состояния морока, короче, все-таки выведите. Вполне возможно, что вы перестанете общаться с вот этими людьми, которые что-то вам там обещали, да, там в голову, короче, вам просто внедрили эзотерических листов. Понимаете? Или вот эта ситуация как раз как бы связана с тем, что... Вот понимаете, в чем риск для вас не в этой ситуации конкретно, а вырваться? Потому что ощущение, что воронка уже стала закручиваться. А вот вырваться, вы вырвитесь, десятка мечей перевернутая, да, двойка мечей, найдете способ все-таки вытащить себя. Потому что вот это мне напоминает по девятке чаш, маковое поле. Вы как будто там заснули, понимаете? Знаете, говорят, не ведает, что творит. Оморочили, короче, у вас. Поили, оморочили, что-то, короче, внушили вам. Ну вот давайте еще раз исход ситуации. У вас как будто ощущение, что вас как будто за руку выдергивают. Возможно, ваши предки. Возможно, тот человек, на которого вы не рассчитывали. То есть вот он, знаете, как из прошлого появляется в тот момент, чтобы выдернуть вас из состояния вот этого тумана. Я человека сейчас еще посмотрю. Возможно, кстати, эти предки помогут. Если это человек по шестерке кубков из прошлого, рыцарь мечей, рыцарь мечей иерофант. На чистку, кстати, похоже, понимаете, на человека, которого как будто из противоположного эгрегора, как будто за руку, короче, вас из этого все вытаскивают. Смотрите. да, как он, получается, помогает рубить, короче, прошлые связи в вашем ложный путь. чё с вами-то в итоге? Карта мага, способность это есть. карта мага смерти. Ну, я не знаю, либо, короче, общение с вот этими людьми там перекроют, которые вас оморачивали, либо, если это вы, короче, про оморочки, это у вас. Или магию там любовную. Ну, короче, смотрите, здесь ощущение, что все прикрывается. Вы чистые сможете выйти из воды? Ну, как бы, слушайте, пойдете, короче, на эту сделку, начнет все рушиться, нахер, короче, вашу жизнь. При этом резко и быстро. Резко, быстро. Потому что такое ощущение, что вас как будто будут куда-то возвращать. Сюда ждет, короче, ваша возврата персонаж. Ну, же семья, короче, да, прям наблюдает. Пойдете на сделку совестью, связь с родом нарушится. Ощущение, короче, что могут еще родовые защиты очень сильно пробивать. карты что-то сейчас хотят сказать вам? Пятерка, мечи, девятка, жертвы. Сопротивляйся. Сопротивляйся, потому что тебе из вот этого токсичной истории крайне сложно будет выйти сухой из воды, потому что посмотри, как сильно оно типа все истощает. Может быть, даже какие-то магические атаки. А с контракта, короче, крайне сложно будет слезть, потому что когда тебе покажется, что ты чистая вообще, да, должок. Ну, вот какая-то такая история. Сказочка, да, про связь с дьяволом. Ну, кстати, если кто-то верит в родовые контракты, может быть, они у вас и есть, вот такая, да, это как это называется, товарищ, что передается по наследству. Потому что контракт мог быть заключен обманным путем. Ну, понятно, как бы, что за вами наблюдают. То есть, если это не связано с вашей родовой историей, ну, смотрите, что это может сказаться на ваших детях. там почему-то мужская линия перекрывается. Ну, короче, как-то так. Так, ну, я чувствую, что в какой-то незавершенности дадут, короче, вам вообще туда, да, пойти. Ну, нет, по справедливости, потому что посмотрите, короче, как вас заморачивают, да, вот, а вы просто очень наивный человек. А по справедливости вас, видимо, от вот этого всего, короче, просто отрежут. Вот видите, вам уж показывают даже. То есть, тебе что-то пообещали, да, а как бы в итоге ты поймешь, что ты потратил, короче, время и деньги, а тебя просто обманывали. Можем ли мы сказать, что вот те люди, кому ты хочешь обратиться за магической помощью, например, шарлатаны? Ну, наверное, это те люди, которые считают, что они маги. Но если бы это реально была бы прям магия-магия, то вам было бы намного сложнее соскочить с этого всего. А все-таки есть ощущение, что могут сработать защиты, потому что то, что мне показывают, это не то, что снимает с вас ответственность, понимаете, это оморочка. Это оморочка, просто из этого нужно извлечь как бы выгоды, да, и не пачкаться в этом всем. Такая была позиция на 1 января. С вами была я, ваша нейроведьма. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok